Музыка Но, видя разные ситуации, хочется поприветствовать всех вас, дорогие братья и сестры. Я приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию. Это просто потрясающе. Когда у нас есть это замечательнейшее время собраться вместе, здесь, в ДК «Прогрессе», либо в ДК «Радуга», либо в другом-другом месте, когда вы сидите и смотрите прямую трансляцию. Это просто круто. Я в последнее время все больше вспоминаю о том, насколько много Бог приготовил для Церкви Своей. И когда она собирается вместе, когда имеет какие-то взаимоотношения, все это, что Бог приготовил для Церкви, оно становится доступным. Иногда люди смотрят на Церковь немножко потребительски, и я думаю, что не совсем верно ожидают, чем Церковь должна помочь. Допустим, нет денег, Церковь дайте деньги. То есть у меня не хватает там на что-то, пожалуйста, поучаствуйте, дайте. И люди порой думают больше о каких-то вот этих материальных вещах. Они чем-то напоминают человека, который вот нищий, сидел возле ворот, помните? И Петр с Иоанном проходили там, и они смотрели, написано, смотревшись, прям смотрел на них этот человек, ожидая от них что-нибудь получить. А Петр говорит, ну нет у нас серебра и золота. Вот другая тема у нас, понимаешь? Ну вот нет у нас серебра и золота. Поэтому, а вот что имею, то даю. И никто не мог бы дать этому человеку, нищему, то, что дал Бог тогда через своих служителей. Он сказал, во имя Иисуса Христа, встань. И он встал на ноги, и его ноги исцелились, и он принял исцеление. Это было намного круче, чем какой-то просто паек, какая-то пайка материальная. Я смотрю то, что Бог приготовил для Церкви. Это записано в послании к Ефесянам в 4 главе, с 11 стиха. Вы можете дома там сами прочитать и изучить. И я вижу, что Бог приготовил для человека, знаете, апостольский взгляд на вашу жизнь. Я замечаю, что когда я смотрю на свою жизнь, ну я ее вот как-то вижу, как-то оцениваю, мне многое не нравится. Но вот поговорю с пастором Виталием нашим, а у него, знаете, есть дар апостола. И вот с ним поговоришь, и ты уже по-другому себя оцениваешь, у тебя уже какие-то возможности, кажется, большие появились. Ты видишь намного дальше, ты рассматриваешь свою жизнь ни узко, ни в рамках проблемы, в которой оказался. Что это? Это апостольский взгляд. Написано, что Бог дал Церкви дар апостола. Апостольский взгляд. Когда ты общаешься с человеком, у которого такой дар, он расширяет твои горизонты. Он поднимает тебя над проблемой, в которой ты оказался. Он дает видеть тебе ситуацию здраво, ясно, как Бог с неба видит, а не как ты с земли смотришь. А потом написано, что у Бога есть пророчество для твоей жизни. Вы представляете? У Бога есть пророческое слово. В какой бы ситуации ты ни был, как бы тебе хорошо или плохо ни было, у Бога есть пророческое слово прямо к твоей жизни. Разве это не круто? И это в Церкви. Там дальше написано, что Бог хочет научить вас спасать других людей от ада. Вы только вдумайтесь. Это просто потрясающе. Иисус говорит, я научу вас, я сделаю вас вовсами человека. И это дар евангелиста, который снаряжает, который увлекает, который обновляет эту ценность. И говорит, посмотри, как много людей погибает в этом мире. Оторвись от своих проблем. Бог хочет дать тебе что-то особенное и научить тебя, как спасать людей из ада. И мне кажется, нет ничего более большого и серьезного, чем спастись от ада. Потому что, что бы ни было на этой земле, быстро все заканчивается. А впереди вечность каждого из нас ожидает. Также там написано, что у Бога есть пастырская забота для каждого, для каждого своего сына, для каждой своей доченьки. У Бога есть пастырская забота. Также там написано, что у Него есть слово знания. У Него есть какое-то особенное знание. Он хочет открыть тебе твое слово так, как ты бы его сам никогда не увидел, никогда бы не понял. И все это Бог помещает в церковь. Дорогие, ради этих сокровищ, ради этих ценностей однажды Иисус пошел на крест. И написано, что раздал дары церкви. Мы богатейший народ с вами. Мы просто богатейший народ. Поэтому дьявол ненавидит, когда мы собираемся вместе. Поэтому он старается построить какие-то стены, разногласия, разделения, чтобы разбить. Братьев и сестер, я замечаю там, где у Бога есть особенные планы для каких-то взаимоотношений. Туда дьявол прежде всего старается принести какой-то яд, принести какое-то зло, чтобы разрушить эти отношения. Чтобы Божьи планы не состоялись. Потому что он знает, что где двое или трое, собираются во имя Иисуса Христа. В Духе Божьем. Там что-то сверхъестественное начинает происходить. Там эти дары начинают высвобождаться. Они начинают обогащать церковь. И тогда каждый чувствует себя сыном и дочерью Божьими. Аминь. Меня просто что-то увлекает сегодня, вот эта атмосфера присутствия Божьей. И я вижу такую драгоценность, как Бог смотрит на церковь свою. Он пошел на крест, чтобы простить нам все грехи. И чтобы мы жили в единстве с Ним. Но тема у меня немножко другая. И прежде чем я начну, я хочу вам загадать загадку. Слушайте внимательно. Загадка. Эта вещь кажется неприятной вообще. Но если она у вас есть, то Бог гарантирует вам благодать. Ай, какие вы... Ну, у вас точно на вас дух... Уже все, пока руку поднимали, уже все сказали. Смирение. Аминь. Это чудо называется смирение. Эта вещь особенная называется смирение. Она кажется просто чем-то невзрачным, чем-то совершенно неинтересным. Но Бог обещает, что если она у вас есть, я обязательно высвобожу на вашу жизнь благодать. Если в конкретной ситуации ты научаешься смиряться, Бог в эту ситуацию даст тебе свою божественную благодать. Я вижу сегодня дух премудрости Соломона на вас. Вы сразу отгадали эту загадку. Молодцы. Послушайте, первое послание Петра, пятая глава, пятый стих. Первое Петра, пять-пять. Так же и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Аминь. Итак, если мы хотим иметь благодать, то нам нужно быть смиренными. И напротив, если у нас нет смирения, Бог не может передать нам свою благодать. Более того, мы ощущаем какое-то противление со стороны Бога. Бог противится. Мы чуть позже, я еще, наверное, вернусь к этому. Но сейчас хочу сказать, что дать определенное определение. Определение смирению, чтобы мы с вами, чтобы нам было легче понять, что же это такое. Итак, вот определение, которое я для вас предлагаю. Смирение – это внутренняя позиция человека. Когда мы говорим о христианской жизни, о христианском смирении, то эта позиция человека согласится с Богом независимо от выгоды или каких-то последствий. Итак, смирение – это внутренняя позиция человека. И я говорю не просто о внешних каких-то вещах. Внешние вещи Бога впечатляют только в том случае, если они исходят из внутренней позиции, которая у тебя есть. Но если они просто внешние, а внутри там бунт, а внутри там распря, а внутри несогласие, а внутри никакого смирения, а гордость. Эти все, знаете, Господи, прости меня, я больше так не буду. Господь, я ищу лица Твоего. Господь, Ты так нужен мне. Богу вообще это не надо. Я хочу проиллюстрировать вам это. Это очень ярко описывается, на мой взгляд, в книге пророка Исаия, 58 глава. Послушайте, с 2 по 4 стих. «Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают Меня о судах правды, желают приблизиться к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь». То есть в понимании этого народа они смиряются. Они говорят, мы смиряемся, мы в смирении. Почему же ты нас не слышишь? Они вопиют к Нему. Одно доброе, что я здесь вижу в этой ситуации, что эти люди точно были уверены, что если они смиряются, Бог должен как-то отреагировать. По-другому быть не может. Вот это доброе, что мы здесь можем взять. Они видели, они понимали, почему они вопили. Они вроде смиряются, а результата какого-то нет. Они были научены, они были утверждены. В том, что если они смиряются, Бог обязательно должен отреагировать. Он не может не отреагировать на смирение человека. И с этим я согласен. И это стопроцентная истина. Но вот что Бог им отвечает. И давайте посмотрим дальше. И он говорит, вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Оказывается, в глазах Божьих человек, который смиряется, он должен искать воли Божьей. Аминь. Как бы ты не понимал, что ты прав, что тебе ситуация понятная. Ты четко можешь отдать определение всему и решить, кто прав, кто виноват. Но когда ты смиряешься, это значит, ты предоставляешь все Богу. Ты начинаешь искать Его волю, а не свою. И это первое, на что Бог обратил их внимание. Дальше. И требуете тяжких трудов от других. Кстати, слово тяжких я не нашел в оригинальном тексте. По всей видимости, это переводчики, чтобы легко вам не казалось. Они добавили как-то это слово. Но с другой стороны, слово требуете, которое у нас читается как требуете, дословно означает притеснять или угнетать. Не просто требовать справедливую какую-то работу. Конечно, родители должны воспитывать своих детей и что-то требовать от них. Конечно, работодатель должен ожидать, что его подчиненные будут соблюдать какие-то нормы и будут выполнять какую-то работу. И он заслуженно требует от них этой работы. Конечно, муж праве ожидать от жены определенного послушания. И так Писание показывает. Но это другое слово. Это не просто требует, это притесняет, это угнетает. Это когда ты понимаешь, что это тебе должно принадлежать, ты решил взять это во что бы то ни стало. И без разницы, что другой человек ломается. И без разницы, что другой человек унижается в этот момент. Тебе надо взять свое. Ты прав. Так вот, в глазах Божьих человек, который смиряется, он перестает так действовать. Он перестает вот так вот нагибать других людей, чтобы во что бы то ни стало они так поступили. Вы скажете, ну а как по-другому? А как по-другому, ну чтобы он так сделал? Это он же должен так сделать. Она же должна так поступить. Так вот, в том-то и суть смирения, что человек переносит акцент со своих сил на Божье. И он говорит, Господи, открой, пожалуйста, этому работнику сердце, чтобы он понял, что он должен делать. Господи, я молюсь Тебе за моих детей. Помните, написано, что родители не раздражайте своих детей. Я думаю, вот об этом имеется в виду. Не ломайте их. Даже если вы считаете и видите, что вы правы, не ломайте их, не насилуйте их. Господи, помоги моему ребенку смириться. Открой ему. Писание же говорит, что если ты видишь брата или сестру согрешающими, молись, чтобы Бог открыл. Но если Бог еще не открыл по каким-то причинам, и ты будешь заставлять, ты просто будешь ломать, и никакого добра от этого не будет. Так вот, Бог говорит, если ты смиряешься. Мы вообще здесь видим пять признаков несмирения. Поэтому, когда рассматриваем, можем анализировать себя. Рассматриваем этот народ, анализировать можем себя. Если у нас смирение, либо нет этого смирения. Так вот, второе. Когда вы в смирении, вы перестаете так действовать, ломая других людей. Дальше. Вот вы паститесь для ссор и распри. Оказывается, в Божьем понимании человек, который смиряется, он останавливает ссору. Он прекращает распри. А если она не прекратилась еще? В этом и суть смирения. Когда ты отказываешься просто ругаться, ссориться, что-то доказывать ради того, чтобы состоялась твоя правда, ты доверяешь теперь Богу. Это настоящее смирение. И последнее. Нет, предпоследнее, да? Чтобы дерзкою рукой убить других, оказывается, в Божьем понимании. Когда ты смиряешься, то ты перестаешь причинять боль другому человеку. Ты переносишь акцент со своего чего-то на другого человека. Ты начинаешь смотреть, не больно ли ему в этот момент, не разрушаешь ли ты его в этот момент. Бог тоже иногда причиняет боль, но когда он причиняет боль, человек потом оживает. Когда человек причиняет боль из своей позиции зла, он разрушает. Поэтому если вы смиряетесь, Бог говорит, что он ожидает, что вы прекратите причинять боль другому человеку, и вы будете обращать на это внимание. Вот что значит в его глазах смирение. И вот теперь последнее. То, что мне нравится здесь больше всего. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Представляете? Ваш голос на высоте. Это так круто. Мы понимаем, что на высоте. Это значит, Бог начинает слышать ваш голос, начинает слышать вашу молитву и отвечать на нее. Вы согласны с этим? Голос на высоте. Он дает подсказку вообще, в чем смысл смирения-то? В чем смысл этого поста, если ты ведешь пост, чтобы смиряться? В чем смысл-то? Тут недавно Лиза пришла мне со школы и рассказывает, говорит, я на математике, значит, там была самостоятельная работа, и там я просто вместо одного знака другой поставила. Вот этот дискриминант, когда, значит, писала, и там вот просто глупость какая, такая глупая ошибка, так обидно, обидно. Но потом во всех других заданиях, где этот дискриминант встречался, эта ошибка везде повторилась, в результате два. И она так обидно, я, говорит, все правильно сделала, я все прекрасно понимаю, весь этот материал, но так обидно. Двойку, значит, получила. И она подошла к учительнице и говорит, ну, я вот, ну, ступила я здесь, ну, ступила. Ну, хорошо, проехали, но потом через несколько дней была контрольная. И эта контрольная, и Лиза говорит, учительница подходит ко мне и говорит, Лиза, ты не ступила? Никто не понял, Лиза прекрасно все поняла. Учительница вот по своему доброму расположению, она помогла этой фразой понять, что там, на что надо обратить внимание. Лиза, ты не ступила? Когда я читаю, мне кажется, то же самое. Лиза, любящий отец, он говорит, вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Этим самым он говорит, когда ты смиряешься, я хочу начать говорить с тобой. Я хочу ответить на твою молитву. Я хочу прийти в твою ситуацию. Я Бог всемогущий. У меня так много есть для тебя. Но ты не постишься для этого. Ты постишься, чтобы свое доказать, свою волю пропихнуть, обвинить кого-то другого. Ты продолжаешь расплю, распрю ссоры. Ты не постишься так, чтобы этот голос твой я услышал, чтобы я туда пришел. Но ведь там, где я, там царство Божье. Человек иногда спрашивает, ну а как вот я вроде в смирении, а там царством Божьим и не пахнет. Царство Божье, вы знаете, что такое? На восточный дух Соломона сегодня. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Это же потрясающе. Там в его царстве нет распри. Одну там замутил этот Люцифер и тут же был свергнут. Решил там эту распрю какую-то принести. На небе нет распри. На небе нет ничего нечистого. На небе нет вот этих ссор. Всего поэтому, если у тебя небо внутри, если ты смиряешься, если на самом деле у тебя настоящее смирение, это качество царства Божьего, оно там внутри. Это же будет видно. Поэтому Писание говорит, ну если у вас ссоры, там злая, это зависть, там претензии всякие, то, пожалуйста, не лгите на истину. Какое же это царство Божье? Какое же это смирение? Зачем ты называешь смирением? Просто ты смиряешься, что еще не избил или не убил кого-то в смысле. Но это же не то смирение, о котором нас учит Писание и к которому призывает нас Иисус. Вы вообще замечали, что когда у человека все хорошо, его начинает выносить в гордость куда-то. А вот все получается у него, денег нормально зарабатывает, там все и понесло. И человек, а ты смотришь просто, а когда у человека трудность какая-то, то ему легче смиряться, он как-то податливее становится. Замечали? Да-да-да, я сколько раз слышал такие фразы. Вот пока обычным работником был, так вообще мы так время хорошо проводили, так дружили хорошо. Как только начальником стал, так теперь и здороваться не хочет. Я даже в церкви подобные фразы слышал, когда человек говорит, мы такими подругами были, мы так хорошо всегда общались, пока она лидером не стала. Лидером стало, все, теперь просто так не поговоришь, все, учит чему-то. И, ну, я думаю, это я давно слышал уже, это я думаю, у нас уже нет такого уже. Сегодня нет, у нас лидеры, так, конечно, нет, наоборот. Написано, кто хочет быть большим, быть меньшим. А кто хочет быть первым, тут вообще быть всем слугой. Это принцип Царства Божьего. Поэтому это я так, просто вспоминаю, ну, вот прошлое, да, вот нехорошее. Слава Богу, Господь обновляет нас. Да, так вот, Бог предложил человеку пост. Как вы думаете, пост, когда вы поститесь, это хорошо вообще для человека или плохо? Вот тут я не могу с вами согласиться, что это хорошо. Я вообще так не считаю. Потому что, ну, Бог дал человеку столько вкусностей. Он столько вырастил всего, так здорово. Просто для Адама с Евой вообще не заповедовал там, чтобы они постились даже. Он говорит, ешьте все в вашем распоряжении, пейте, вот это все для вас. И там было такое разнообразие, так здорово. Поэтому, когда мы отказываемся от пищи, оно как что-то неестественное, по идее, для человека. Это реально трудность для человека. Кто согласится со мной, что это трудность для человека? Да, да, да. Это правда, и мы испытываем эту трудность. Но я вижу, что Бог, желая, чтобы наш голос услышать, желая прийти в нашу жизнь, желая идти с нами по жизни, Он помогает нам. И вот предложил эту искусственную трудность такую. Но это же искусственно, ты просто заставляешь себя не есть. Оно неестественно, ты бы поел, тебе хочется, но ты заставляешь себя не есть. И Бог предложил эту искусственную трудность для того, чтобы человек, он всегда свое сердце хранил в этом правильном состоянии. Чтобы Бог всегда мог быть в этом сердце. Ведь его воля не в том, чтобы трудности нам придумывать. Ведь его воля как раз в том, чтобы благословлять нас. Посмотрите на Эдемский сад, и вы будете точно уверены, потому что там не было еще греха, и там было так, как Бог хотел. Там все идеально для человека. Все потрясающе. Поэтому Бог предложил нам пост, и слава Богу за пост, в котором мы смиряемся. Но если поста недостаточно, то тогда приходится допускать Богу какие-то другие трудности в нашу жизнь. Бывает так, что и поста недостаточно. Глядя вот на ситуацию, которая описывается в книге пророка Исаии, мы видим, что им недостаточно было поста. Они постились, им было трудно, им было плохо. Но при этом их также несло в своеволие, и они не смирялись. Они продолжали утверждаться в гордости. Вы согласны с тем, что противоположность смирению – это гордость? И, скорее всего, большинство из вас знают, но, может быть, кто-то нет. Я вам скажу, что первый грех, он произошел не здесь, на земле. Первый грех, он совершился на небе. Там один архангел, один херувим, точнее, по имени Люцифер, он решил возмутиться против Бога. Первый грех – это и есть, это гордость, он решил превознестись над Богом и был свергнут за это. Поэтому сегодня этим миром управляет этот дух Антихриста. И это можно видеть в том, как люди развиваются в гордости. Меня воспитывали с детства, что гордость – это почетно вообще, что гордость – это неплохо. Если ты не гордый, то вообще ты не пацан, а потом не мужик, но тебе нужно быть гордым. Женщина должна быть гордой, она должна знать себе цену. И вот это все прям извращение. Почему? Этим миром дьявол управляет через грехи человеческие. Поэтому Бог ничего общего не имеет. Это с гордостью, это конфликт между Духом Божьим и демоническим Духом противления. Поэтому Бог показывает, насколько важна эта ценность – это смирение. Смирение – это качество Царства Божьего. Это качество, которое должно быть присуще детям Божьим, сынам и дочерям. Так вот, почему написано, что Бог гордым противится? Ведь не потому, что Бог хочет уничтожить человека гордого. Мы знаем, что Бог любит. Мы смотрим на крест Голговский, мы понимаем, что Он любит нас совершенной любовью. И Он хочет с нами идти по жизни. Но пока человек находится в гордой позиции, Бог не может вести его, как Он хочет. Поэтому Бог противится вот этой позиции гордости. И я уверен, что каждый из вас может это чувствовать. Каждый раз, когда вы причиняете какому-то человеку боль. Но бывает, да, мы настолько черствые, что становимся нечувствительными. Мы просто доказываем что-то свое, мы даже не понимаем, что этот человек разрушается прямо сейчас. Ты не строишь, ты не созидаешь, ты убиваешь прямо сейчас. Но не чувствуешь это, потому что сердце окаменело, черствое стало. Но Дух Святой, Он знает каждое сердце. И когда ты начинаешь делать со всей своей правотой подобные вещи, разве вы не чувствуете, что внутри вас Бог противится? Кто понимает, о чем я говорю? Да, это очень хорошо понятно. Дух Божий начинает противиться, ты чувствуешь что-то не так. И ты понимаешь, что ты по уму прав, но что-то внутри так противится, как будто что-то не так происходит. Значит, это ясный признак того, что надо остановиться. Надо остановиться. Похоже, Бог предлагает тебе смириться сейчас в чем-то. Итак, смирение – это внутренняя позиция человека. Быть послушным Богу независимо ни от чего. И какими бы жертвами, и никакими жертвами эту позицию не заменишь. А Давид очень хорошо это понимал. Псалом 50, он сказал так, Давид. «Ибо жертвы ты не желаешь, я бы дал ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Дорогие, послушайте. Послушайте. Бог обещает каждому, слышите, каждому человеку, который согласится занять позицию смирения, благодать свою. Каждому человеку. Не так много времени я привел вам один пример. Просто в словах скажу Ахав. Помните, царь израильский. Царь, который просто столько мерзостей понаделал, столько ужасных вещей понаделал. Когда он встретил однажды Илью, пророка, он, знаете, как ему сказал? Что, враг мой, нашел меня? Вот это его позиция к Богу, к пророкам и ко всему, значит, что с Богом связано. И Илья пророчествовал в его жизнь. Но когда он пророчествовал и говорит, у Ахава мочащего к стене не останется. Там псы съедят, там то-то-то. С детьми будет все плохо, все ужасно, разруха полная. И в результате этот Ахав опустил голову. И вместо того, чтобы гоняться за Ильей, он опустил голову. Он покрыл себя вретищем, как там вот в это время выражалось это смирение. Он перестал есть, да, спасибо, и ходил печально. Спал даже во вретище, постился и спал даже во вретище. Все, ничего не надо, все. И ходил печально. И Бог увидел в его сердце смирение. Представляете? И он говорит, выслушав, значит, ну, следующий стих, пожалуйста. И было слово Господня к Илье Фесвитянину. И сказал Господь, видишь, как смирился передо мною Ахав? За то, что он смирился передо мною, я не наведу бед в его жизни. Казалось бы, Ахав, какое там смирение? Бог, он завтра опять то же самое начнет делать. И он делал опять то же самое. Но при этом Бог, независимо от того, что у него было до этого, независимо от того, что он будет делать после этого, но сейчас он смирился, этот ужасный Ахав. И Богу этого было достаточно, чтобы отменить приговор, отменить заслуженное наказание и явить милость в его жизни. Дорогие, если по отношению к Ахаву Бог так проявил свою любовь и милость, я убежден, нет здесь ни одного человека, по отношению к которому Бог эту милость не проявит, если мы согласимся смиряться. Аминь? Я думаю, у вас возникает логичный вопрос, что же такое смиряться? И что ты имеешь в виду? Я вообще-то считал всегда себя смиренным человеком. Ну, может быть, уже и нет после того, как я все прочитал. Я вижу, Библия говорит, что этому нужно учиться у Иисуса, у Иисуса Христа. И сам Иисус говорил, что именно с этого нужно начать свое обучение, если вы хотите стать последователями Иисуса Христа и быть его учеником. Давайте посмотрим. Евангелие от Матфея, 11 глава, 27 стих. Иисус говорит, все предано мне, отцом моим. И никто не знает сына, кроме отца. И отца никто не знает, кроме сына. И кому сын хочет открыть? Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Я в двух словах скажу только то, что здесь я вижу два этапа в жизни христианина. Первый этап – это когда человек приходит ко Христу, такой, какой он есть, гордый, там со своими понятиями, в грехах своих. И он просто приходит к Богу. Но когда человек живет в грехах, внутри-то все равно все плохо. Он-то знает, он все может доказать, все может разрулить. Только внутри плохо. Только внутри жизни нет. Только страхи, только отчаяния. Непонятно, что ждет впереди. И это можно понять состояние, потому что впереди ждет ад. Вечная погибель ждет. Озеро огненное. И человек ощущает где-то внутри эту погибель, эту безысходность. И вот этот человек приходит к Иисусу. Все, что нужно – прийти к Иисусу, попросить, чтобы Он пришел в твою жизнь. Иисус говорит, этого достаточно. Придите ко Мне. Все труждающиеся и обремененные. И Я успокою вас. Все. Аминь. Здесь есть люди, которые впервые сегодня в зале? Мы хотим поприветствовать вас. Есть кто в первый раз пришел? Да, я вижу, мальчик. Давайте поприветствуем его. Слава Богу. Мы очень рады, что ты здесь. Да, я вижу вас. В середине зала сидит. Еще кто-нибудь есть? Не хочу не заметить все, да? Мы очень рады, что вы здесь. Потому что я знаю, что вы здесь. Потому что у Бога есть план для вашей жизни. Потому что Бог любит вас. Потому что Он хочет простить вас за все ваши грехи. И дать вам этот покой, который может прийти только от Него. И никто больше не может дать этот покой, который обещает Иисус. Но потом мы начинаем жить дальше. И вот другой этап в жизни христианина. И Иисус говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от Меня. Чему-то теперь научиться надо. И чему же научиться надо? Иисус показывает эту ценность. Он говорит, я кроток и смирен сердцем. Иисус был представителем неба. Иисус это Бог. Иисус это Сын Божий. Он был в образе человека, но Он оставался стопроцентным Богом. И Он ходил по этой земле. И Он позволил, чтобы с Ним люди разговаривали, как хотели. Чтобы делали с Ним все, что хотели. Он позволил даже, что Его в результате избили, изуродовали и распили на Голговском кресте. Иисус говорит, я смирен внутри. У меня это моя позиция. Я ее принес с неба. И я ее не отпущу. Вам надо научиться этому смирению. И что? И найдете покой душам вашим. Видите разницу? Сначала человек просто приходит и получает этот покой. Я помню, когда я пришел и получил этот покой. Ситуации еще не изменились. Все осталось прежним. Но только внутри. Так здорово. Кто может подтвердить это? У кого так же? Да. Аминь. Это первое, что я слышу. Человек покаялся. Обратился к Богу. Через неделю я его встречаю. И говорю, ну как дела? Изменилось что-нибудь в жизни? Он говорит, да знаешь, так вокруг вроде ничего. Но внутри. Но внутри как-то спокойнее стало. Это же оно. Но это слова Иисуса, которые исполняются в жизни каждого человека, который обращается к Иисусу. Но потом надо научиться входить в покой. Но потом надо научиться делать выбор. Оставаться в смирении. И не позволить никаким бесам, никаким людям, никаким обстоятельствам вынести тебя из этого смирения. Потому что если вынесли, то в результате Бог не может дать свою божественную благодать. Поэтому дальше Иисус говорит, научитесь от меня. Итак, я вам перечислю три урока. Первый. Евангелие от Луки, 14 глава, 7 по 11 стих. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место. Чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда ты со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место. Чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше. Тогда тебе будет честь перед сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Дорогие, Иисус предлагает позицию. Не возвышай себя сам. Это ровно противоположно тому, к чему стремится этот мир. И мы видим вокруг примеры каких-то успешных людей, которые стремятся к этому успеху, которые пропихивают себя, пиарят себя, делают все возможное, лезут по головам, лишь бы просто себя как-то выдвинуть вперед. Иисус говорит, не делай так. И если ты хочешь иметь успех от Бога, не делай так. Научись в смирении жить. Научись вот так вот себя не пиарить. Я помню, как Бог очень сильно смирял меня, когда я только пришел к Нему. И мне казалось, мне тоже все можно. Там пригласили. Как-то я услышал объявление, что всех приглашают, не всех приглашают, а что будет молитва ночная. Я пришел на эту молитву, а мне говорят, это только для лидеров. И я помню, я так обиделся. Как это так? Вот Андрей, кажется, был на этой молитве, а меня не пустили. И я ушел. И Бог что-то делал в этот момент своим сердцем. Ломал эту гордость. Помогал смиряться. Потом другой момент был. Я тоже пришел. Вроде книги, все смотрят. Я хочу взять эту книгу. А мне говорят, эти книги нельзя брать. Да что такое? Всем можно? Мне опять нельзя. И не было этого понятия, что можно, что нельзя, что спросить нужно. Мне казалось, все, и я тоже. Я что, хуже что ли? И вот эта позиция Богу не нравится. Потому что Он не может благословить человека в этой позиции. И так Он говорит, не продвигай таким образом сам себя. Урок номер два. Иисус сказал некоторым, которые были уверены о себе. Они были уверены о себе. И там было два человека. Один мытарь, а другой богач, фарисей. И вот этот фарисей молился так. Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как другие. Бандиты там, всякие воры, блудники, язычники. Благодарю Тебя, что я особенный другой. А мытарь, написано, не смел глаза к небу поднять. И говорил, бил себя в грудь и говорил, Бог, я недостоин. Прости, я недостоин. Будь милостив ко мне, грешнику. Слово Божье говорит, что этот мытарь, он пошел оправданным. В оригинале можно видеть этот смысл. Не более тот, кто-то был оправданный, кто-то менее, а тот был оправданный. А с этим богачом непонятно что. Итак, Бог говорит, не осуждай других, не превозносись над другими. Я знаю одну девушку, которая жила в доме родительском. Она все время осуждала тех, которые как-то не так знакомятся, не так замуж выходят. Сама не поняла, как оказалась в постели. Сама не поняла, как упала. Появился ребенок, вышла замуж, живут, в церковь теперь не ходят. Она была на всех мероприятиях церкви. Сегодня никуда не ходит. И самое страшное, она не может поверить, что Бог ее простит. Она не может принять себя, она не может подняться и пойти дальше за любящим Богом. Дьявол обманул ее. Дорогие, это страшно. Там, где гордость, там, где превозношение над другими, там близко падение твое. Но Бог говорит, смиритесь. Смиритесь под крепкую руку Божью. И он вознесет. Я бы сказал последний еще урок. Вкратце скажу о том, что когда твое сердце в смирении, смирение будет выражаться нередко в том, чтобы действовать. Мы привыкли, что смирение рассматривается в том, чтобы не действовать. Но Бог показывает, когда ты в смирении, будь смел и мужествен. Потому что я теперь хочу через тебя действовать. И твое смирение будет в том, чтобы не промолчать. Чтобы не посмотреть, что думают другие. Твое смирение перед Богом будет в том, чтобы в точности выполнить задачу, поставленную для тебя Богом. Аллилуйя.